всем доброе утро сегодня будет домашний влог я надеюсь получится мне от и до весь день заснять каждый день я начинаю со стакана воды уже на протяжении наверное полугода скажу вам честно что для меня вода это одно из самых противных что только может быть я никогда не любила воду для меня она безвкусная и я не могу себя запихнуть ее но я уже полгода стараюсь каждое утро выпивать хотя бы стакан иногда у меня полстакана выходит как получается в общем это конечно ужасно я знаю что вода она очень полезна в день нужно выпивать от полутора литра воды чем больше тем лучше не считая никаких чаев кофе минимум полтора литра я не думаю что у меня полтора литра выходит но перед каждым приемом пищи где-то за минут 20-30 я выпиваю по стакану иногда по половинке сколько влезает и в течение дня стараюсь несколько глоточков вот так когда иду мимо воды выпивать ну литр хотя бы скорее всего у меня получается все остальное то у меня че в основном че зеленый чай в последнее время пью я знаю что чай он не заменяет воду но к сожалению не могу заставить себя пить больше напишите мне пожалуйста в комментарии в сообщество как вы заставили себя пить много воды вот не знаю полгода стараюсь привыкать и все равно у меня нет вот этой окончательной привычки я так и не полюбила вкус воды но с утра стакан вот у меня стабильный я выпиваю натощак именно пьем воду из вот такого фильтра я вам когда-то во влоге показывала здесь в принципе в эстонии чистая вода я слышала кто-то даже из крана и и пьет даже если судить по чайнику если в россии я всегда где-то каждые две недели чистила чайник от большущей накипи здесь накипи столько нету то есть я где-то раз в месяца полтора два чищу чайник он у меня чистый практически всегда фильтр этот устраивает никакие баклажки воды мы не покупаем поэтому раз в месяц меняем и в принципе достаточно здесь я приготовила свои заготовки для овсяноблинчиков я не делала овсяноблинчики наверное месяц уже последнее время варю каши я так полюбила овсяную кашу овсяноблинчики делаю по своему старому любимому рецепту у меня здесь яйцо овсянка обычная такая крупная стандартная которая долго варится банан супер переспелый видите какого цвета кокосовая стружка и немножко молока сейчас все это или вилкой или блендером перемешаю до однородной массы на кокосовом масле пожарю в общем захотелось мне сегодня блинчиков я просто вилка решила сегодня все перемешать не охота мне доставать блендер хотя в принципе блендером конечно быстрее было вот так перемешиваю все ингредиенты для овсяноблинчиков дам постоять наверное пару минут и буду уже жарить вот получается такая своеобразная каша банановая с кокосовой стружкой которую вы обжариваете на кокосовом масле выкладываем наши овсяноблинчики точнее это оладушки не знаю почему их овсяноблинчиками все называют их удобнее жарить когда они маленькие поэтому получаются вот такие своеобразные банановые оладушки буквально по пару минуток на медленном огне с каждой стороны до румяной корочки и все и подаете со сметанкой можно изюмом посыпать орешками джемом например детки меня с джемом кушают как угодно к болтала с вами немножко передержала обычно они у меня более золотистые получается вы представляете алина сказала что она тоже будет на удивление поскучилась наверное вот правильно говорится когда долго не готовишь что-то скучаешь по этому блюду а когда часто слишком надоедает у и у меня тут еще на один блинчик осталось поглядите на них алинка научила марка кормить кукол так что все он нас уже бесповоротно полюбил кукол ты кормишь да марк я не знаю что с этим делать мы уже и так и так пытаемся чтобы он играл в мальчишечные игрушки но кроме конструктора и кукол его ничего не интересует но не каждый день так но он если видит что алина играет в куклу он тоже берет и пытается играть на марк алина он же мальчик мальчики в куколке не играются он за тобой потому что повторяет марте вилку или ложку вот деткам порезала блинчики добавила сметанки и джем алин перемешай все вместе со сметаной и джемом чтобы равномерно было на вилку кстати вот эти вилки не детские они десертные но видите как классно как детские использовать можно мы их не используем как десертные ну-ка расскажи вкусно давно ты не кушала блинчики но как марк вкусно вкусненько а себе я получается сделала то же самое только не нарезаю мелко добавила много сметаны и посыпала изюмом обожаю вот это сочетание и так на кухне я упралась я всегда стараюсь самого утра убираться на кухне потому что это единственное место которое сто процентов зависит от меня то есть если я здесь навела чистоту она такой будет ну конечно до готовки потому что когда готовлю здесь море посуды море разных плашек и так далее и теперь буду убираться в остальной части квартиры вот видите у нас тут бардак тут бардак пока мама убирается у деток здесь беззаботность и счастье полицейские едут кому-то едут наверно к преступнику какому-то не знаю ну да он наверно может быть что-то украл например его в тюрьму посадят или кого-то побил или еще что-то плохое сделал еще дома такая красивая ходишь покажи мне подожди как ты себя накрасила подожди остановись а что помада не ровно бабушка алине подарила помаду прозрачную которая высыхает и становится вот такой вот розовый нет и мальчик тебе нельзя помадой краситься мальчики не красятся марка сегодня с утра плохое настроение по любому поводу ревет горло у меня еще до конца не прошло но мне так хочется с вами поделиться некоторыми новинками из косметики бюджетными которые я взяла хотела вам показать я сейчас приводила себя порядок и вспомнила что я вам не показывала я купила кстати сразу после отпуска наверное случайно проходила мимо стенда essence и наконец-то увидела свой любимый гель для бровей которым я уже пользовалась достаточно давно и потом его не было в наличии долгое время и наконец-то я его увидела мне кажется сейчас засвечено ну что такое у нас солнце то приходит то уходит для чего мне нужен гель для бровей у меня достаточно кустистые брови и всегда после того как я их накрашу тенями я их оформляю гелем для бровей именно прозрачным чтобы они лежали волосок волоску не выглядели как-то неопрятно мне нравится эффект от этого геля видите они никак не блестят матовые и зафиксированы что самое главное выглядит стандартно вот такая вот кисточка здесь стоит недорого я честно говоря не помню но мне кажется до пяти шести евро обратите внимание обожаю этот гель почему-то кстати не всем марки косметики производят прозрачный гель для бровей и следующее что я взяла что я не планировала покупать это вот такая палетка она называется салют парижа была в четырех оттенках четыре названия городов честно говоря не помню какие токио вроде еще какие-то были оттенки разные были голубоватые сиреневые зеленоватые я выбрала эти во первых мне понравилась упаковка смотрите какая красота и самое главное это оттенки вот так выглядят оттенки в моей палетке мне очень нравится вот этот розовый перламутровый он невероятно нежный также вот этими я периодически тоже пользуюсь а вот этот единственное в красный немножко уходит зелеными никак не решусь воспользоваться хотя у меня кари зеленый цвет глаз и они должны мне подойти вот этот прям такой светло-светло розовый все здесь оттенки матовые кроме парочки вот этот вот цвет который мне больше всего нравится сейчас вот так вот вам приближу он очень красиво немножечко переливается эту палетку я тестировала где-то около месяца но не каждый день пользовалась тенями мне нравится как они смотрятся они не скатываются в общем если будете проходить мимо стенда essence приглядитесь стоило она мне кажется порядка семи восьми евро то есть где-то до 600 рублей я считаю что это очень бюджет что касается моих ресниц после наращивания помните он говорил что во время отпуска я делала наращивание ресниц я довольно необыкновенно то что в отпуске я не заморачивалась с косметикой у меня ресницы были всегда при мне глаза выразительные я довольна мои ресницы продержались где-то две с половиной три недели и потихонечку отпадали я сама виновата я не пошла на снятие девчонки обязательно ходите на снятие ресниц если у вас салон красоты рядом с домом у меня как вы знаете нет никакой подмоги рядышком и мне нужно было записываться на снятие ехать на другой конец города в мустамая в таллине поэтому я не пошла на снятие решила что ресницы сами отпадут и вот как раз ошибка моя в том что я знала в принципе что так и будет ресницы отпадали и тянули за собой свои ресницы то есть у меня какие-то ресницы надломались то есть сейчас у меня какие-то ресницы длиннее какие-то короче но я не переживаю они вырастут станут все одной длины ничего страшного просто вот немножко сейчас я замечаю что у меня ресницы не такие красивые как обычно когда их накрашу тушью потому что какие-то короче какие-то длиннее но это все временно если вы наращиваете ресницы то обязательно там через две-три недели сходите чтобы мастер вам их сняла и ресницы нарощенные не надломили свои но еще раз вам говорю что в целом я наращиванием довольно для отпуска это идеальный в отпуск я это буду делать но в жизни каждый месяц я не вижу смысла наращивать ресницы потому что в любом случае я крашусь почти каждый день и мне не составляет труда там минуту потратить на то чтобы накрасить ресницы горло у меня конечно в этот раз очень долго восстанавливается но я ничем не лечилась получается что у меня где-то уже недели три наверное ну может быть две с половиной горло в таком состоянии был период когда как раз мы поехали на остров сарома когда у меня голос вообще сел и кстати я снимала влог с острова и он у меня в монтаже я честно говоря даже не хотела его выкладывать потому что у меня там периодически голос настолько грубый севший что вы посмеетесь но с другой стороны прикольно там я сейчас монтирую кусочки я сама смеюсь над своим голосом который был у меня в поездке я какие-то леденцы единственное периодически кушала для того чтобы облегчить боль в горле но не какие-то серьезные средства не пила но в целом у меня практически все прошло сейчас немножко как слышно еще такой грубоватый голос но я думаю что еще пару дней и все пройдет ну что хотела вам показать детскую комнату и разгром который здесь кровати я заправила но вот это мне кажется в целом смысла нет убирать потому что детки в любом случае все это опрокидывают и копошатся в этом вечно поэтому вот этот угол у нас вечно в беспорядке единственное сейчас вот здесь вот уберусь чтобы на диване все было чисто убраться здесь на полке кстати хотела вам показать подгузники которые я использую я марку на сон надеваю подгузники иногда он сухой просыпается иногда все таки у нас бывают протечки поэтому все равно подгузники мы еще я думаю ну до трех лет наверное на сон будем использовать и на прогулку я в последнее время беру вот эти хеллен харпер не знаю как они точно называются именно трусиками выглядят они вот так это немецкие подгузники если я не ошибаюсь мне кажется в россии тоже такие были я помню что с алиночка у меня были большие сложности потому что у нее аллергия часто была на многие подгузники поэтому мы пользовались памперс самого рождения и до победного с марком я все время экспериментировала я вам скажу что у него никаких проблем не было то есть никаких высыпаний я вот эти покупаю уже несколько месяцев и знаете все хорошо они недорогие вот эта упаковочка стоит порядка 5 евро то есть где-то 350 рублей здесь сколько штук 20 штук в общем что такое мокро сейчас уберу подожди в общем если увидите эти подгузники попробуйте мне нравится ничего не протекает очень хорошо впитывают нормальные никакой аллергии нету зачем платить больше запаха никакого у них нету напишите пожалуйста пользовались такими подгузниками как у вас но еще раз говорю что все детки разные у кого-то может быть аллергия у кого-то нету талиночка у меня аллергенная была у нее попочка постоянно могла быть красненькая от каких-то новых подгузников или сыпь даже бывало иногда у марка все хорошо поэтому экспериментирую но честно говоря мы пользовались хагис пользовались памперс и вот эти покупаю сейчас вот эти беру все особо я прям много не экспериментировала ну вот решила эти попробовать и понравились поэтому пока берем этим ну что спать пойдем надели подгузники давай припрыжку иди в кровати за тобой пойдем идем в кроватку бери бери свой шприц пошли пока сказал всем марк пока марк спит а мы с алинка сейчас занимаемся пазлами и буквами смотрите нам бабушка привезла из россии мне кажется что она в кораблике покупала девчонки если увидите прям берите 36 лет эта игра в игровой форме обучает малыша разбираться в буковках видите алинка уже собрала пазлы три штуки кого возьмем с глазами кто это ежик да с точечками я ищи букву я знаю я буду сюда смотри ну не смотри давай ищи букву ее так с глазками где с глазками с точечками йо 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 ещи ищи-жи молодец и ребенку нравится то есть в игровой форме молодец смотри сколько ты уже составила такая буква пуфа это какая подсказка груша дальше цыпленок какая буква молодец и это буква я молодец дальше давай вот видите девчонки прям советую советую если я найду где-нибудь в интернете ссылочку я вам постараюсь оставить но бабушка брала в кораблике потому что у нее только кораблик возле дома есть ищем быстрее а то марк сейчас проснется я марка не подпускаю к этим маленьким пазлом потому что они потом по всей квартире будут валяться так что пока у нас марк спит мы с алинкой в тишине занимаемся буква к ну где она вот молодец вот видите девчонки я прям от души вам советую я не знала что такие классные вещи бывают ну вот так переворачивать да молодец я вам как-то говорила что мы азбуку с алинка учили но я не заставляю мы знаете в игровой форме больше просто знакомимся то есть у нас нет такого что прям выучить строго знакомимся потихонечку не будет запоминание пока алинка ищет буквы хотела вам показать свой маникюр который я сделал в последний раз посмотрите как аккуратненько у меня кстати маникюр стал намного лучше держаться чем раньше да молодец з раньше у меня там семь восемь десять дней максимум сейчас уже 14 дней держится и больше по-разному на правой руке честно скажу вам быстрее скалывается я попозже с вами поделюсь своей новой фишкой которую я узнала по поводу ногтей именно покраски гель-лаком в общем единственное что хомяк буквально единственное у меня возле кутикулы очень быстро сохнет надо маслами пользоваться что я не делаю просто кремами пользуюсь для рук и все но вот масла они как раз помогают чтобы кутикула не сохла но в целом я довольна как у меня получается маникюр в последнее время я уже и меньше по времени трачу за два часа и наверное две руки делаю поэтому девчонки все опыт вышли прогуляться у нас обещали 15 градусов и прохладно пришли в курках пришлось раздеться потому что жара солнце так шпарит как будто все 25 удивительно вроде сегодня похолодание должно было быть сильно жарко долин я сама запарилась хорошо на улице легкий-легкий ветерочек куртки одевать но на всякий случай взяли лучше взять чем мерзнуть вот посмотрите марк легких путей не ищет обязательно на горку нужно ему вот так взбираться и кстати видите они у меня стали босиком здесь бегать потому что очень много песка песок постоянно забивается в ботинки поэтому они снимают долин никого нету сейчас девочка гуляла с бабушкой они ушли мы одни сейчас 4 часа сейчас буду мужу мариновать мясо в кефире это филе куриного бедра единственное ведь она как сильно уже за меня измельчено хотя обычно я покупаю большими кусочками и вот такими средними кусками нарезаю а тут уже прям как гуляш мясо кусочками но в принципе без разницы на вкус это особо не повлияет кстати хотела поднять такую тему как-то у одного блогера девочки увидела что она достала мясо из вот такой упаковки и начала сразу же его резать то есть не промывать и в комментариях под этим влогом у той девочки возникла такая небольшая дискуссия кто-то писал что правильно мясо не нужно мыть она теряет какие-то свои вкусовые свойства кто-то написал что мясо нужно мыть я вам скажу свое мнение на этот счет я считаю что любое мясо нужно всегда промывать потому что неизвестно в каких условиях его нарезали вдруг оно упало где-то там на пол до на фабрике когда его резали я считаю что мясо прополоснуть холодной водой нужно обязательно чтобы убрать там все лишние микробы которые на нем могут быть единственное фарш конечно я не промываю покупной а вот мясо которое кусковой или даже вот такими маленькими кусочками я всегда мою чтобы не дай бог никаких лишних микробов на нем не было мне так спокойнее и так мясо пересыпаем сюда сейчас я нарежу лук полукольцами добавлю разных разных приправ здесь у меня для курицы карри немножко будет и добавлю кефир может быть еще чесночка но и соли конечно все хорошо пожаркой и уберу мариноваться где-то на час ну как минимум и запеку в духовке все это вот такая вот курица в кефире вы можете в принципе по желанию гарнир добавлять к этому блюду но так как муж у меня сейчас старается сидеть на диете мы правда в последнее время после отпуска немножко расслабились но сейчас возвращаемся к диете поэтому он у меня будет кушать так ну что на сегодня будем с вами прощаться марк скажи всем пока 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 помаши всем всем до скорых встреч папа пока не папа скажи пока пока к сожалению youtube отключил комментарии к моим видео но мне очень важна ваша обратная связь комментарии можно оставлять в разделе сообщества моего канала под постом с названием ролика очень буду ждать ваши сообщения давайте общаться там